Как будто бы снимают все пиджаки. Это что-то там про бизнес, мы предприниматели, мы там волонтеры. И потом раз, и все становятся в одну очередь в душу. Я долгое время говорила, мне вообще не надо отдыхать. И я просто, зачем? Отпуск это для слабаков. Я не пойду, не поеду, нет. Я сходила в отпуск, это такая благодать оказывается. Быстренько обсудим. Подкаст с выпускниками о жизни после учебы в университете. Привет, друзья, это подкаст «Быстренько обсудим». Сегодня у нас в гостях выпускница МГПУ Анастасия Задорнева, которая проделала путь от выпускницы по направлению СКД до заместителя, руководителя отдела по работе сообщественного Всероссийского студенческого проекта «Твой ход» и даже бизнес-тренера Настя. Привет. Привет, привет, привет. Просто вау. Я когда сопоставил, что ты училась на СКД, а, ну, перспективы СКДшников все понимают, какие. Они хорошие. Очень хорошие. Творческие, интересные. А теперь ты бизнес-тренер. И прошло всего лишь три года? Ну, да. Три года. Расскажи, как так получилось, что вот с этой точки ты пришла в эту точку? У нас есть часа три. Отлично. Формат известный. Интересная история. На самом деле, у меня даже есть сюрприз еще, который я специально не рассказывала. Буквально с сегодняшнего дня я руководитель отдела. То есть настолько быстро моя карьера. Друзья, у нас в гостях руководитель отдела по работе сообществом Всероссийского студенческого конкурса. Твой ход. Ну, я специально. Я специально. Ну, конечно, для того, чтобы рассказать... Ну, нам надо же тизер вначале нарезать красиво, да? Из ошибок. Зачеркнуть. Невероятно. Со мной не соскучишься, потому что вот такая работа. Мы очень быстро, на самом деле, развиваемся в молодежной политике. Я вот, наверное, про это сегодня буду рассказывать, чтобы ребятам было интересно и полезно. А я тогда об этом буду спрашивать. Ну, придется, иначе не получится диалога. Хотя это был бы интересный подкаст, когда я спрашиваю об одном. Ты расскажешь про молодежную политику. Расскажи, чем занимается руководитель отдела по работе сообществом «Твой ход». Да, Всероссийский студенческий проект «Вы ход» существует уже третий год. Рекламная интеграция. И небольшая рекламная интеграция. Я никуда не могу без этого. Не то, чтобы у меня это где-то прописано в контракте. Просто я люблю искренне этот проект. Это, наверное, прям место, в которое я стремилась буквально с 16 лет, когда первое свое мероприятие в школе организовала. И вот мне хотелось заниматься именно тем, я еще не понимала, что это, но именно тем, чем я занимаюсь сейчас. Мы в проекте. Очень много работаем с участниками, с регионами. Развиваем талантливую молодежь и помогаем ребятам находить себя, находить свои интересы, расти и развиваться по карьерной траектории. И очень много всего крутого делаем совместно. Ну и ребята вместе с нами учатся тоже отдавать, делиться, быть добровольцами, быть волонтерами. Такая очень большая история. Чтобы это не превратилось в рассказ только про мою работу, наверное, коротко могу сказать вот так. А руководитель отдела, собственно, занимается тем, что управляет командой, которая постоянно в командировках находится, работает с регионами на местах, путешествует, обсуждает с ребятами какие-то конкретные проблемы, которые у них есть, и их решает. Проблемы, я имею в виду, студенческие. Они, кажется, все одинаковые, да, хочется побольше стипендию и поменьше заданий, и не переживать перед сессией. Но нет, проблем у ребят много, и мы очень стараемся им помогать. Ну, про проект «Твой ход» наверное знают все студенты, все слышали про «Твой ход», кто-то участвовал. Но вот я не могу сказать, что, например, «Твой ход» — это такая маниакальная история у студентов МГПУ, по крайней мере. То есть, например, в Олимпиаде «Я профессионал» участвует очень много студентов, потому что там есть такая понятная история. Ты учишься, например, на учителя и участвуешь вот в Олимпиаде по направлению основного образования, да, или на дефектолога идешь в специальное образование. Вот проект «Твой ход», вот что можно о нем сказать там в двух словах, такого, после чего все студенты московского городского скажут, я еще успеваю в третьем сезоне-то поучаствовать? У меня есть, да, у меня есть. Ну, во-первых, в нашем всероссийском студенческом проекте «Твой ход» можно выиграть один миллион рублей. Я сказала специально это в свою камеру. Мы когда про это говорим... Каждому, да? Каждый, кто делает уже большие крутые дела. Дело в том, что философия нашего проекта состоит в том, чтобы уже талантливые, уже развивающиеся ребята получали не грантовые средства на развитие своего проекта, какой-то идеи. То есть мы не идею награждаем в первую очередь таким большим подарком, призом, а уже конкретную какую-то, какое-то достижение. Мы просто в свое время поездили по городам, поняли, что много есть ребят, которые, ну, бесплатно делают крутые инициативы, создают протезы на абсолютно общественно-начальных каких-то историях, создают мероприятия, проводят социальные мероприятия для слабослышащих детей, для детей с ОВЗ. И они все это делают сами, без вообще практически поддержки. Ну, там ВУЗ помогает, как правило, КДМ иногда. Но дело в том, что самим ребятам по итогу очень мало каких-то призов и бонусов дают. И мы решили это исправить. Один миллион рублей получают ребята на себя. Это премия. Они получают ее и могут потратить на образование, на изменение жилищных условий, на покупку техники или на бизнес. Ребята у нас вот так очень часто делают. У нас есть Артема Витясян, который в прошлом году выиграл миллион, и в этом году на Камчатке сделал свою студию. И у него теперь есть там свой собственный канал. И он, помимо того, что рассказывает про Камчатку, очень крутые истории, еще и может теперь зарабатывать на этом тоже. Круто. А сколько всего таких премий по миллиону получается? Получается, в первом сезоне и во втором по 200 мы уже ребят наградили. В этом году готовим новых миллионеров, еще 200. В этом году еще идет заявочная кампания. Заявочная кампания уже завершена. Уже завершена. Потому что наш подкаст выйдет совсем позже, чем вообще все когда-то выходит. Ну, мы в этом году немножко пересмотрели систему и дали как раз-таки ребятам возможность с идеями прийти, но реализовать их вместе с нами. То есть вот прям по шажочкам для того, чтобы показать ребятам, что все реально. И они это доказывают сейчас очень активно. У нас много этапов. Они развиваются, показывают, какие они крутые. И буквально осенью у нас будут уже окружные этапы. Мы найдем самых-самых восьми округах и привезем их на финал. Невероятно. Круто. Ну, теперь все. Ждем четвертый сезон, видимо. И как ринемся. Ты сказал про молодежную политику. Я так понимаю, ты видишь твой ход в контексте всей молодежной политики в стране. Ну, конечно. Как бы ты охарактеризовала, что сейчас самое главное в сфере молодежной политики? На что должны обращать внимание университеты и люди, которые занимаются этим в университетах? Ну, и сами студенты, может быть. Самое главное. Ну, да. Почему твой ход в контексте молодежной политики? Потому что твой ход — это проект от Росомолдежи. Это очень важно тоже понимать. И, безусловно, все те смыслы, которые транслирует Росомолдежь, транслируем и мы. И насчет твоего вопроса, что самое важное? Мы за время работы в проекте пришли к тому, что очень важно слышать и слушать студентов. У очень многих ребят есть потребность в том, чтобы высказывать свое мнение. И, как правило, оно очень крутое. У них есть гигантское количество крутых идей, невероятные какие-то предложения. Кто-то делает бизнес, кто-то создает что-то в науке, кто-то даже в философии так разбирается, что планирует свои делать конференции на эту тему. То есть совершенно невероятное количество идей есть у ребят, их нужно слушать. И когда мы с вузами общаемся, это тоже часть нашей работы, поддерживаем связь с коллегами и им тоже рассказываем, что за время работы мы поняли, что для них это ценно. И они потом с такой благодарностью возвращаются и идут на контакт. И у нас есть еще один конкурсный трек, не только там, где можно 1 миллион рублей выиграть, а как раз-таки там, где можно проявлять себя, рассказывать о том, что ты думаешь, отвечая на опросы. То есть, казалось бы, да, мы все так или иначе когда-то на какие-то опросы отвечали, и очень легко можно получать призы и подарки от наших партнеров, периодически высказывая свое мнение на какую-то тему. Вот у нас один из таких сильных опросов был за последнее время, это чем ты гордишься в российской истории. И мы потом собираем эту информацию, передаем ее в федеральные органы власти, в региональные, для своего использования тоже берем. И тем самым ребята и высказываются, эту потребность реализуют, и нам полезно. Уже известно, чем гордятся, какая-то статистика. Эта информация еще там у нас дальше пойдет, поэтому совсем скоро мы узнаем это даже не из моих уст, а прям в супер потрясающем мероприятии. Такие спойлеры. Я даже представляю, кто возможно будет спикером. То есть это все проходит на платформе Твой ход, на которой надо зарегистрироваться и быть в курсе всего того, что происходит. Да, достаточно зарегистрироваться на нашей платформе, и можно дальше открыть для себя различные возможности. Дело в том, что каждый дальше выбирает для себя сам. Участвовать в опросах, и каждый понедельник получать интересный новый опрос, и там за чем-то задумываться. Поучаствовать в конкурсной части в следующем году, но в этом году уже можно постепенно понимать, как работает проект, и в следующем году прям очень быстро во всем сориентироваться. Можно участвовать в неконкурсной части, это как раз вот мой отдел, там, где мы реализуем все остальное. События, посещение форумов, развитие региональных команд, развитие кадров на местах, таких маленьких управленцев, возможность быть амбассадором, то есть постоянно выступать. Если у человека есть такая потребность, это уже тоже к нам. Я в декабре был на студенческом вот этом конгрессе, знаменитом мероприятии, которое было в Манеже. Да-да-да. Нет, не в Манеже, в Вестином дворе. В Манеже. В Манеже. Я участвовал как раз в работе стратегической сессии твоего хода как эксперт от университета, и там была команда ребят из Дальнего Востока, которые искренне жаловались, что им очень тяжело пробиваться в университеты и рассказывать университетским управленцам, в том числе и ректорам, о том, почему важно участвовать в твоем ходе. Ты понимаешь, почему есть такая вот эта преграда? Дело в том, что вообще есть много моментов, из-за чего так происходит. Конечно, мы понимаем, что у коллег очень большая загрузка. Это правда, коллегам очень тяжело, и здесь мы работаем в личном порядке. У нас есть отдел, который занимается только работой с вузами и с комитетами по делам молодежи. И они постоянно ведут с ними коммуникацию. Второй момент – это то, что иногда не сразу люди верят в то, что этот проект действительно полезен молодежи. Иногда, кстати, интересно, когда наоборот, проректор приходит и своим ребятам говорит, вы почему не участвуете, миллион рублей вам в качестве премии? Вы вообще о чем думаете? А бывает наоборот, потому что не успевают просто коллеги оценить какие-то плюсы, бонусы для ребят. Ну, в целом, мы эти моменты за последний год, который до этого у нас был, очень сильно постарались скорректировать. Я думаю, что у нас получилось, потому что мы часто ездим в регионы не только с молодежью общаться, но как раз-таки с коллегами. И когда мы в личном общении показываем какие-то примеры, рассказываем, как ребята меняются, меняют свой вуз, меняют свою страну, они, конечно, понимают, и дальше уже совсем по-другому строится коммуникация. Поэтому я бы сказала, да, что загрузка и вот какая-то, какое-то недоверие в начале, но потом уже, конечно, все понимают фишку и включаются. Своя рутина, она поглощает, конечно. Да, да, это правда. Очень много предложений сейчас, очень много для молодежи, для школьников, для студентов, в принципе, для молодежи, для работающей молодежи. И мы прекрасно понимаем, что есть некая там у ребят растерянность, а чем же заняться? И мы всегда говорим, что твой ход — это место, где каждый что-то для себя найдет. То есть не обязательно прям сразу идти в трек-делу, где миллион рублей. Можно найти себя, найти свое сообщество. Много ребят, которые приходят за общением и потому что чувствуют себя немножко несоциализированными, не хватает друзей. Они это находят и дальше вообще невероятных высот достигают, идут конкурсные треки и побеждают. Ну да, ну да. Мне кажется, ты как бизнес-тренер точно понимаешь, откуда эта проблема у людей. Есть своя работа, есть миллион письм от министерства, приходят от Росмолодежи, это что надо обеспечить, организовать. И у коллег возникает такое желание, лучше я вообще в однифи, ему даже еще свои дела есть, да. Но это интересная история в контексте как бы вот такой общероссийской, мне кажется, для общего понимания, вообще как мы все живем вместе. То есть что важно? Вот важно ли это или важно вот это? Ну, я думаю, что каждый выбирает для себя все-таки сам. Но студенты сейчас точно прогрессивны. И мне кажется, что стоит прислушиваться к тому, что они говорят. Если они говорят, что проект «Твой ход» это классно, значит, это классно. Ну, кстати, очень здорово, что участие в проекте «Твой ход» никак не рейтингует университеты. Есть опросы по эффективности, да, вот воспитательная работа после, как в прошлом году, как раз, ближе к Новому году опубликовали первый рейтинг. Но в целом нет такой жесткой увязки, что вот вы участвуете, вы молодцы, вы не участвуете, все, вам палки по голове. Потому что иначе это получится обратный эффект, и будет нагонять, будет контингент вам туда, да, вот это регистрируйтесь, давайте, надо отчитаться, что вы молодцы. Классно. А так формируется настоящая комьюнити, может, она будет дольше формироваться, конечно, но она будет настоящим, зато. Ты раскусил наш план. Эх. А как у тебя так получилось, что ты и бизнес-тренер, и в твоем ходе откуда тебе столько времени вообще? Как ты распределяешь все свое время? Я не знаю пока. Просто по наитию. На самом деле, история, связанная с тренерством, она у меня началась, в принципе, параллельно с мероприятиями, и вот как началось, так и продолжается. Я родилась в Старопольском крае, в славном городе Георгиевск, и там начала свой путь через взаимодействие с Российским Союзом Молодежи. Я не могу не сказать про то, что меня там вырастили очень сильно, и там буквально два года, но благодаря этому времени я очень сильно, ну, я научилась идти вперед, и прям вот как этот локомотив, двигаться, несмотря ни на что. Ну, и, конечно, большое количество навыков, знаний, знакомств там тоже приобрела. И потом переехала в Москву, и здесь уже история была связана с волонтерством. Но как в РСМ, так и в волонтерстве была линия обучения всегда. То есть мы каким-то образом обучали сначала школьников, потом обучали волонтеров. Я обучала волонтеров в чемпионате мира по футболу в 2018 году. Волонтерский корпус у нас был большой, и была менеджером на фестивале болельщиков, который был на Воробьевых горах. Поэтому история с волонтерством тоже такая большая линия в моей жизни. И там как бы всегда было какое-то обучение. Я передавала эти знания, рассказывала что-то ребятам, и постепенно это стало моей профессией. Я работаю с коммерцией, прошла не одно обучение на бизнес-тренера. Постоянно, собственно, нам нужно развиваться и узнавать новое, иначе мы остановимся и не будем в контексте. Поэтому это как бы всегда шло вместе. И если мы в твоем ходе занимаемся такой организацией больших событий и развитием сообщества, то там тоже невозможно без обучения. Мы постоянно выступаем, обучаем наших маленьких управленцев, и здесь это очень сильно... Кстати, мой опыт и мои навыки в этом вопросе, потому что ребята приходят за советами, ребята приходят за тем, чтобы понять, а как мотивировать команду, а как работать с эмоциональным интеллектом, а что почитать по публичным выступлениям. Поэтому я бы сказала, что это так взаимосвязано, что я не могу это как-то отделить от своей жизни. Меня недавно спросили, а почему ты в молодежной политике всем этим занимаешься? И я в какой-то момент поняла, что я вообще не знаю, чем я бы занималась, если бы не это. Что бы я делала? Просто у меня вот такая, такой перекати поле. Я думала, ничем, наверное. Ну, то есть настолько для меня эти вещи, обучение, создание событий и работа с молодежью, взаимосвязано, что другого пути и не было. Ну, в университетские годы ты еще и в КВН играла? Да. И довольно-таки неплохо вы играли, да? Это была, ну, по крайней мере, на данный момент, одна, ну, лучшая команда КВН женская, по крайней мере, немного сексистская, что-то прозвучало сейчас. Но и одна из лучших вообще в истории МГПУ, да? У вас были и внешние успехи, и лигу вы выиграли, да, в какой-то момент? Да, 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 да. Ты еще была в команде? Я играла в команде год, да, примерно. И я буквально недавно долистала во всяких там соцсетях до начала и увидела, где мы там с девчонками радуемся, где нам... Те самые соцсети, которые хочется листать до начала, да? Да, нет, в контакте я на страничке у себя смотрела. И там так все было классно, так невинно. Мы победили в номинации в какой-то, я уже не помню. И были такие счастливые, это было так классно. Да, в КВН играла, и надо сказать, что это тоже очень мне помогло, потому что актерски ты развиваешься, конечно, когда играешь. Публичное выступление, боязнь выступать, говорить, слышать себя. Творчество, опять-таки. Творчество. Ты каждый раз придумываешь что-то новое. Это очень важно. И, ну, если бы не КВН, не знаю, может быть, каких-то тоже важных моментов в моей жизни не было. То есть все как надо. Ну, смотри, как получается, учишься на творческом направлении, волонтеришь, КВНишь. Очень сильно развивается история про вот эти софты, да, надпрофессиональные навыки. И получается, что потом уже не важно в целом, на кого ты отучился. И что ты можешь в любой момент сменить траекторию развития. Ты становишься бизнес-тренером, ты становишься руководителем. Все-таки руководитель, это руководитель, управленческая же позиция, да. Ну, еще там содержательная есть история. Есть у вас там, я не знаю, в твоем ходе такая версия, что вот люди, которые вот сильно развиваются в так называемой внеучебке, да, они более успешные, чем те, кто учатся, 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 и потом работать найти не могут. Ну, как бы, есть такая гипотеза? Какой интересный вопрос. Какой интересный вопрос. Я, наверное, про весь проект не буду говорить. Скажу от себя. Ты знаешь, у меня вообще есть гипотеза, что у людей, сейчас будет очень звучать серьезно, у людей, которые занимаются внеучебкой, ну, очень много шансов в жизни добиться успеха. Я могу это сказать и как эксперт по эмоциональному интеллекту. Да, ведь ученые выяснили, что недостаточно познавательного интеллекта для того, чтобы добиваться успехов. Ты можешь сколько угодно классно считать, быть эрудированным, не знаю, знать все на свете, несколько языков, но если ты не умеешь общаться, если ты не умеешь находить выход из какой-то сложной ситуации, публично выступать и вот все остальные софты, которые сейчас так называют, то ты можешь и не стать успешным. Понятно, что слово успех, оно такое условное, но тем не менее. И я поэтому думаю, что люди, которые приходят в молодежку и там еще в школе начинают как-то активничать, у них действительно очень много шансов. Главное, в хорошем смысле не сбавлять темп, ну и не выгорать. То есть часто тоже такое бывает, что ребята погнались за всем и подустали. Но хорошо бы в балансе держать, конечно, и понимать, на кого ты учишься, когда ты ходишь на пары, и заниматься какой-то активной деятельностью. потому что образование дает ведь нам и очень много классного с точки зрения того, как работает мозг. Когда мы мыслим, можно посмотреть, насколько мы начитаны, насколько мы ориентируемся в какой-то теме. Поэтому прям уж совсем заниматься только активной жизнью я бы не стала. Ну понятно, что все в балансе, да? Да, нужен баланс. И мне кажется, что в хорошем смысле если у тебя есть высшее образование, это уже классно. И ты дальше можешь, допустим, магистратуру, пока ты поучился 4 года, понять, что магистратуру ты бы пошел на какое-то другое немножко направление и уже работал бы, допустим, в большей степени. Мне просто повезло. У меня все-таки СКД, да, социально-культурная деятельность, ну так или иначе у меня на направлении была организация досуга в сфере культуры. То есть так или иначе, ну вот я где-то рядом. Один из немногих людей, да, из нашей сферы. Поэтому я бы сказала, что и то, и то важно. Но если ты в активе, если ты развиваешься вот через софты, то шансов очень много. Это правда. Ну, есть огромное количество студентов, которые говорят, что все это ерунда, это трата времени и вообще надо идти работать. Провокация. У меня есть просто один из любимых примеров, который я привожу как раз вот на чемпионате мира. Мы же теперь говорим про деньги, я правильно понимаю? Деньги, деньги, деньги. Да, понятно, что студентам нужны деньги, потому что, ну, они вышли во взрослую жизнь, вроде как у родителей уже там неудобно просить и так далее, где найти деньги. И вначале, ну, они просто так ниоткуда же не возьмутся, надо для этого поработать. И какая-то активистская деятельность, она очень может к хорошим результатам привести. Например, когда мы готовили волонтеров к чемпионату, у нас был такой момент, мы их обучали и в какой-то, в несколько тренингов к нам приходили тренеры уже взрослые, бизнес-тренеры с определенным опытом. Я тогда была на позиции такого волонтера-тренера. То есть я знала, как ребята мыслят волонтеры, что с ними нужно там делать, как их обучать, но уже со своим там невероятным бэкграундом приходил взрослый человек, и мы в паре работали. Тем самым, как бы создавалась такая идеальная система. И в один из моментов я не очень хотела приезжать на обучение, потому что это была не моя смена, у меня были какие-то планы. Мне позвонила подруга-коллега и говорит, Настя, надо подменить девочку, надо приехать. Я говорю, да я-то не хочу, это ты, я на самом деле устала, обучение тогда длилось по 8 часов. Она говорит, ну очень надо. Я говорю, ладно. Я приезжаю, понимаю, что это та смена, где есть человек, мужчина, который взрослый, странный, бизнес-тренер. Думаю, что с тобой делать? Ну ничего, мы там познакомились и вышли на сцену. Вышли на сцену, отработали, он сказал, ты такая классная, с тобой было так отлично. Я говорю, приятно, очень, хорошо. Он говорит, давай с тобой вместе поработаем. У меня есть проекты разные, где мне нужны модераторы, фасилитаторы, я тебя как-нибудь приглашу. Я говорю, да, да, это какая-то классическая, просто тактичная история. Я говорю, конечно, да, спасибо. Ну и что, он мне позвонил через неделю, позвал меня на проект, и мы с ним начали работать вместе. Начали работать какое-то время, я вообще у него работала, ну там, долгое время в штате, грубо говоря, и на проектах. Я обычно называю сумму, которую я за это время заработала вот с ним, да, но дело в том, что, ну сейчас не буду, но дело в том, дело в том, что приехав один раз на какое-то мероприятие, где это был такой мой волонтерский опыт, я познакомилась с человеком, показала свои навыки, да, познакомилась с человеком, которым мы потом очень долго работаем, продолжаем с ним работать, прошло пять лет, еще и дружим. То есть я нашла друга и коллегу, и крутые проекты, за которые я получаю достойную оплату. Он меня вдохновил там потом на школу тренеров новую, ну то есть здесь никогда не знаешь, когда в этой активистской деятельности появится какой-то человек, проект, возможность, после которой ты выйдешь на новый уровень с точки зрения заработка и успеха, ну если мы про него говорим. Ну то есть, грубо говоря, это такая стратегия с отложенным эффектом, но эффект обязательно наступит. Конечно. То есть ты целенаправленно и осознанно это делаешь. Хотя можно пойти, в принципе, в магазин консультантом и работать за, ну не очень высокую ЗП, но не развиваться при этом. А можно бесплатно где-то что-то делать, волонтерить, да, и в итоге когда-то стрельнет. Главное увидеть, что стрельнуло. Многие же не замечают этих возможностей. Это тоже, да. И важно, что ты, ну двигаясь, как бы показываешь себя на все сто. То есть если бы я пришла и провела это мероприятие не очень хорошо, да, или была бы на тот момент ну не готова как-то к этому, конечно, ничего бы дальше не было. Ну то есть нужно еще и себя прокачивать параллельно. Не просто на все подряд ходить, да. Ну это, кстати, вообще история такая про волонтеров интересная. Есть же такая позиция у некоторых волонтеров, что раз мы волонтеры, то мы вообще в принципе ну делаем-делаем. А делать надо все равно хорошо. Конечно. Та позиция, куда тебя берут, надо снова делать хорошо на сто процентов. Ну классно. Ну здесь есть всегда секрет. Какой? Ну дирекция любая, любого форума, любого мероприятия, они же видят, как ребята работают. И здесь опять вот момент с мероприятиями, он такой тонкий, такой крутой, потому что там тебя могут заметить и всегда пригласить куда-то. Вот историю, которую я сейчас рассказала про своего друга. Также мы сейчас поступаем с ребятами, когда мы видим, когда кто-то очень круто вкладывается и отлично что-то отрабатывает, мы его приглашаем на еще какие-то проекты. Или даже к себе в команду. У нас есть, кстати, программа стажировок, то есть можно 3 месяца поработать у нас внутри дирекции, внутри команды, ну быть нашей коллегой. И это все зависит от того, насколько человек включается. Неважно, он пришел волонтером или он пришел на какую-то позицию тим-лидера. Мы очень часто тим-лидерами бываем недовольны. У нас там было в 2019 году несколько мероприятий, а волонтеры иногда отрабатывали сильно лучше. Мы называли рокировку. У нас то же самое, если мы видим студентов, уже выпускников, которые прям вау, они получают приглашение работать в управлении. И мы понимаем, что управление для них это такая точка роста, то есть год-два, и они потом идут дальше. Но в целом это очень хорошая история. Хотя, казалось бы, вроде одни и те же люди, то есть глаз-то всех замыленный, глаз МГПУшный, я бы его так назвал. То есть нет внешнего, как вот человек, который скажет, что вы здесь делаете, вообще надо не так делать, надо вот так. Слушай, вот много работаешь с университетами, да, ты в таком общероссийском масштабе поговорили вот про внеучебку, про активизм. Мы сейчас проводим исследования среди студентов, такой опрос. Это не студент, просто опрос по молодежной политике, что они делают и что им не хватает. Я пока не буду спойлерить про промежуточный ответ, какая позиция у них выстреливает больше всего по дефициту. Какие ты видишь дефициты? Где университеты вообще в среднем по стране не докручивают по молодежной политике со своими студентами? Ну, мы, кстати, тоже делали не опрос. Мы съездили где-то в 20-25 регионов в прошлом году за весну именно с сессии, которая называется «Бесилки-хотелки». И там мы задавали вот такой же вопрос ребятам. Просто по-честному расскажите нам, что вам нравится, а что вы бы хотели исправить, изменить, скорректировать? И ты знаешь, хотелось бы назвать что-то общее по России, но все-таки это как у Толстого, кажется, да, что все счастливые семьи счастливы одинаково, а вот несчастливые по-разному. И то же самое здесь. Когда ребятам чего-то не хватает, это, как правило, разнится. Понятно, есть какие-то там стипендии столовые, да. Вот. А есть вещи, которые они рассказывают, и мы думаем, правда, такое возможно. То есть я училась в МГПУ и знаю, ну, насколько круто может быть все организовано. И с точки зрения там, да, 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 ну, правда, я счастлива, что я училась именно в МГПУ, потому что для всех наших каких-то задумок было применение, было место. И, да, и учиться было комфортно. То есть здесь как бы у меня действительность так вспомнить каких-то больших претензий, вот, которые я бы прям проговорила, их нет. А у ребят, пока вот они учатся, конечно, много всего, они периодически говорят какие-то странные вещи, там, у кого-то нет вообще столовой в корпусе, и нет ничего рядом нормального, где можно было бы поесть. У кого-то каких-то других технических нет, ну, нет обеспечения просто в корпусе. И, ну, это очень сильно мешает учиться, потому что это, ну, базовая потребность, человека, а ты, если учишься, ну, классически, там, пять пар, то хотелось бы, чтобы было вокруг комфортно. Многие говорят о том, что им не хватает мест для общения, то есть каких-то каоркингов. Это новая такая тенденция последних лет у ребят, они рассказывают, что нам надо видеться, нам надо общаться, мы хотим, как бы, места для этого. Ну, это сейчас тренд, сейчас же это появляется почти везде, и Росмолодежь, тут место программы. У нас, кстати, сентября, спойлера, сентября открывается тоже двухэтажный каоркинг для студентов в отдельном здании, отдельный корпус. Вот сейчас все готовим, сентября открытие, да. Потрясающе. Будет где командам КВН теперь писать материал. Yes! Наконец-то! И не только им, конечно. Наконец-то, это очень круто. Да, места открываются, ну, потому что очень быстро Росмолодежь старается как раз-таки влиять на вот эти вот переживания ребят. Про каоркинг говорят, да. Что еще? Ну, у нас же вот больше тысячи вузов, да, есть еще филиалы, есть еще вузы там, где мы даже не знали, что есть люди. В общем, у всех такие сложности бывают, которые мы прям, с которых удивляемся. Что еще с такого интересного могу выделить? Ну, ремонт вот ребят очень расстраивает, им хочется, чтобы было красиво. И они, кстати, тоже решают часто эти проблемы, приходят с инициативой к вузу и там чем-то закрашивают. У нас у девочки, кстати, был какой-то проект, я помню, да, они там сделали этаж в стиле разных конфессий, разных культур, они там разрисовали, какие-то сделали стеллажи, традиционные. Ну, конечно, поступает поколение, которое родилось с мобильным телефоном, с социальными сетями, вот эта история про эстетику, найти стену, где сфотографироваться, ну, и просто представить себя в этом образе. Когда попадаешь в университет с обшарпанной стеной, которую потом они называют шарагой, да, конечно, возникает момент, что есть высшее образование, еще можно получать. Это важно, это очень важно. Это правда важно. Они еще говорят про расписание, да, про сложность и тоже предлагают сразу решение. Мы стараемся у них вырабатывать вот это умение, ну, отвергаешь, предлагай, да, с тем, чтобы настраивать коммуникацию. И у них тоже это успешно получается. Есть несколько проектов у ребят, где они разработали там то сайт, то приложение, то какие-то там внутренние, на внутренних ресурсах истории, чтобы расписание было корректное, а не так, что они приходят, у них первой пары нет, потом вторая физкультура, и они расстраиваются и уходят домой. Повышаем повосещаемость. Ну, и коммуникация с ВУЗом, да, с тем, чтобы как раз-таки вот их слышали, то, с чего я начинала. Многие выделяют такую проблему, что, ну, нас не слушают, нас не слышат, но над этим мы тоже работаем. Вот такие, наверное, основные аспекты. Бытовые, связанные с коммуникацией в разных ее интерпретациях. Ну, кстати, про учебу они нормально, нормально говорят. Я не слышала ничего такого, что прям было бы сильно расстраивающе. Главное, чтобы у них в бытовом плане все было хорошо, тогда учиться легче. Ну, вот, мы же запустили этот опрос, и когда проголосовало несколько сотен первых студентов, сейчас он идет, он в два дня идет, то там был вопрос, в какой сфере молодежной политики, просто сейчас много понятий, молодежная политика, представительная работа, учебная деятельность, самоуправление, все это как-то друг на друга ложится, и все уже через запятую употребляются. На всякий случай. Да, на всякий случай, уже вроде и про это тоже. Ну, и мы разбили по направлениям, и вопрос такой был, какое направление в развитии нуждается в большем. И вот за первые два дня несколько сотен проголосовало, и прям большая часть голосующих, а может было несколько выбирательных, отметили, там было волонтерство, студенческие СМИ, прям классический, джентльменский набор внеучебки, и прям откровенно лидирует по дефицитам карьеры и профессиональное развитие. И мы такие, yes. Потому что сами об этом думали, что вот эта история осознанной внеучебки, она, конечно, должна быть связана с карьерами. Потому что, ну, бесполезно призывать их волонтеры, делать мероприятия, играть в КВН даже, если вуз не про карьерный, ну, не про развитие карьеры. Потому что, что вы сюда пришли? Ну, по факту, да. Ну, ты знаешь, здесь тоже интересный момент, что по-разному вузу, конечно, на это реагирует. Кто-то прям, у них есть пул партнеров, куда они практически рассылают резюме ребят на третьем-четвертом курсе. Есть у некоторых база работодателей, куда они ребят приводят на практику. И тоже успешно у них там получается, они потом стажируются, куда-то идут. Ну, это тоже, да, должен был быть очень сильный вуз. Или, или вуз с интересной спецификой, да. Мы сейчас имеем в виду какие-то технические вузы. Мы вот так вот в Иваново встречались с коллегами, у них там очень крутой вуз технический, они прям, у них нет проблем. Ты поступил, если ты все классно сделал, ты, ну, будешь дальше работать. Это прям, ну, достойно уважения, потому что ребята сразу знают, что им действительно нужно учиться, они могут там чем-то еще параллельно заниматься, но, двигаясь по этому направлению, они будут потом работать, все будет хорошо, у них будет. Я думаю, что здесь под спорьем могут быть наши как раз таки проекты, да, вот от Росмолодежи и от РСВ в том числе, где периодически бывают какие-то стажировки. То есть, понятно, что в рамках проекта «Твыход», когда мы приглашаем на стажировку, это все равно какие-то события, это все равно какие-то, там, у нас конкурс, какие-то, ну, не знаю, бумажки, вот эта вся история. Ну, нет, допустим, для технорей чего-то, но у нас есть стажировки от партнеров, у нас и у всех наших коллег, я сейчас так в общем говорю, у партнеров, и ты, допустим, идешь на стажировку в Росатом, да, и пробуешь там себя, ищешь, и, возможно, получаешь работу. У нас такой кейс был в первом сезоне, у нас девочка так получила работу в Росатоме. А у нас есть такая же история с РЖД. Ну, и так далее, то есть у разных партнеров можно поискать возможность попасть на стажировку. Поэтому вполне, да, мне кажется, что это может быть ну, таким хорошим подспорьем для того, чтобы, по крайней мере, ребята попробовали что-то еще, если не прям работу, да, на которую их там приглашают, ну, хотя бы так. Сейчас же еще министерская вот эта инициатива очень серьезная по центрам карьеры, по созданию центров карьеры, прям есть типовое положение центра карьеры. Тут, мне кажется, очень большая проблема, конечно, финансирования в университете управленческих команд, кто это делает, потому что, ну, этим же надо кому-то заниматься, да, потому что, можно сказать, создать центр карьеры, почитаться перед министерством, сказать, ребята, у нас есть центр карьеры, а это тот же самый отдел, который занимался не карьерой, а занимался там, наверное, практикой студентов, да, и как бы вот эти бедные две с половиной женщины, да, мы еще и карьеру теперь развиваем, да, у всех, но их получается такая имитация немного. Ну, этого, конечно, хотелось бы избежать, но возвращаясь к разговору о том, что очень много всяких предложений, коллеги с этим сталкиваются, ну, а как иначе, и школьники, и студенты, и ребята из СПО, и все они вот в одной, в одной системе проектов, предложений, которые есть в рамках государственной молодежной политики. Поэтому я бы сказала, что мы стараемся этого избегать и призываем к этому коллег. Ну, это все равно есть пока, а там посмотрим, может быть, когда-нибудь. Такой вопрос, назови три форума, мероприятия, проекта, три специальные, три ограничиваем все, в которых любой приличный студент университета должен в своей жизни принять участие. Так, три. Что же это будет? Хорошо. Я, наверное, скажу так. Я знаю, один проект, в котором точно надо принять участие, из трех. Это точно, да. А двое мы оставим за скобком еще три. Оставим. То есть, понятно, что и еще три. Да, твой ход. кстати, можно, если прийти в твой ход, еще много чего попробовать каких-то других проектов. Ты знаешь, я бы предложила ребятам территорию смыслов форум. Почему? Потому что я сама тоже с него начинала. Я приехала в шестнадцатом году. Да, у меня проблемы с цифрами. В шестнадцатом году я приехала на первый раз и, ну, вот тоже был прям сильный толчок вперед. Это было очень кстати. и спикеры, с которыми мы тогда познакомились, и организаторы. Мы до сих пор с некоторыми общаемся. То есть, территория смыслов это такой must-have и максимальное погружение в то, что делают Росмолодежь и проекты наши. Так, второй. Я бы еще сказала, что точно стоит попробовать ну, вот, у меня сейчас тоже в голове одни форумы, ты знаешь, я прям не могу от этого избавиться. Я-то недавно была в прошлом году на Иволге и тоже, наверное, бы посоветовала ребятам туда съездить, потому что там такая интересная атмосфера, ребята там как-то так вот как будто бы снимают все пиджаки. Они приезжают серьезные, мы что-то там про бизнес, мы предприниматели, мы там волонтеры, они очень разные туда приезжают, архитекторы, по крайней мере, так в прошлом году было, и потом раз, и все становятся в одну очередь в душ, в гигантскую, и все. Все на Юлгу. И да, и все, и ты знаешь, и там и нетворкинг, и вообще вся красота, просто потому, что... Я говорю, мужской форум. Да нет, это просто форум в, как у них там поле такое, как бы специально огороженное. Я просто к тому, что сейчас молодежь привыкла, что форумы и мероприятия, на которые их привозят, они должны быть чуть ли не пять звезд. Гостиница, пятиразовое питание и куча других благ, которые вообще должны давать. А мы, когда на ту же самую территорию смыслов приехали, мы жили в палатке на восемь человек, на десять, и у нас была одна, один обогреватель, который либо, если ты выключишь, будет холодрыга, либо ты включишь, и может все воспламениться, если ты не сидишь рядом. И как бы было круто. И мы со столькими людьми познакомились, так классно прокачали себя и представили свой проект, и сделали вообще все. И мы не думали о том, что что-то там не так, что у нас вещи не досыхают, что дождь пошел и так далее. А сейчас ребята, к сожалению, очень часто транслируют то, что им что-то там должны. Поэтому, вот допустим, Иволга, где ребята живут в палатках и так далее, очень классная история для того, чтобы немножечко проникнуться классическими форумами, где нет белых вот этих вот простыней, взбитых подушек и так далее. Ну, конечно, разные. Все-таки 16-23 для истории разбег небольшой, семь лет, но для молодежной политики молодежной политики в России это очень большой промежуток. Шаг большой сделан вперед и вообще в национальном формате и в университетах. Даже про наш университет все говорят, что было в 16-м, а сейчас это еще две разные песни. Но мне кажется, просто много форумов, очень много, и у вас молодежи заранее известна как форумная кампания, и, конечно, те, кто поездили по крутым выездам, они такие, ага, здесь такая гостиница. Потом они поехали туда, говорят, не, ребята, ну там было лучше, очевидно, да, а контент, да какой контент, гостиница самая главная. Ну и, конечно, потребительство, оно очень сильно развито у студентов. Если, например, мы проводим встречу вот с ректором, встреча с ректором, открытый разговор, никакие вопросы не готовятся, то есть вот прям любой может прийти, задать вопрос. И, конечно, все вопросы, 90% они потребительского характера. У нас нет кулера, у нас вот розетка, не там, мы не можем зарядить телефон. И нет субъектной позиции, что типа, а давайте мы предложим там проект, как это все может быть изменить. Хотя, в принципе, не кулеры в УЗ не обязан ставить по закону. Это такая, ну, щедрая воля. Вроде как необходимость, что кулеры должны быть, но в целом никто не обязан ставить кулеры, это не школа, да? Да и розетки тоже, как бы, ну, простите, электроэнергия, деньги, счет. Да, это очень интересное. Потребительство. И, конечно, они, многие же ездят на форумы, просто вот, типа, халява, поеду, посмотрю. Форумные туристы. Да, форумные туристы. За мерчом, за бейджиком. Поэтому я и пытаюсь вот предложить такие, где, если бы очень много таких прям консолидированных смыслов, как вот форум, которым очень много лет, да, территория смыслов, например, они всегда развиваются, меняются. Там и Волга, где можно все-таки пожить и посмотреть там природу и побыть там в такие горы красивые, ну, сопки там. То есть, можно прям проникнуться. Ну, и я бы, конечно, сказала острова, потому что на Сахалине круто, потому что программа, которую делают там, она всегда на 200 тысяч процентов крутая, и ребята всегда туда хотят, но избегая того, что просто хочется поехать на Сахалин. Мы сейчас тоже работаем с форумом. Возможно. Ну, это должно идти следующим, следующей мыслью. Вот, допустим, в этом году у островов есть несколько направлений патриотизм, есть направление карьера и IT. И вот, если человек занимается экологией, то, ну, как бы, туда ему не дорога в этом году. И он может поехать в следующем, когда там будет экология, например. Но в этом году ему хорошо бы уступить место тем, кто занимается развитием карьеры, патриотизма и IT. И посмотрит Сахалин просто в следующий раз. Ну, просто для москвича, например, даже для москвича поехать на Сахалин это какое-то огромное искушение. Наверное, так же, как для сахалинцев и других регионов поехать в Москву на какое-то студенческое мероприятие, да? То есть тут сам факт географический, он говорит, ну, конечно, надо ехать. Ну, кстати, я была на островах в 2020 году. Мы, собственно, острова организовывали с командой. Это было очень интересно. Туда стоит поехать. Ну, у нас тоже был кейс, у нас же тоже есть, во школах КВН та же, и у нас были кейсы, базы, которая, как бы, еле дышит, и где не закрывается дверь, где вода не та, и холодно, и паучки ползают. И это, конечно, очень сильно мешает. То есть, как бы, все равно вот эти истории про блага, которые у тебя есть в номере, в КВС, они важны. Потому что иначе весь контент, который там приготовили тренеры и программный директор, полетит в чертой матери. Важно. Важно. Ну, условия должны быть хорошие. Либо они заранее вот такие, да, как вот наивовые там палатки, общий душ. То есть, это специальная такая создается вселенная, вот вы в нее приезжаете, погружение. А если это, как бы, какой-то там бывший санаторий, который разваливается, типа, ребята, сейчас будем говорить об осознанности. Да какая-то осознанность, по ночам холодно. Ну, был у нас тоже такой кейс несколько раз. Ты знаешь, в этом есть какая-то романтика. Когда холодно, когда у тебя горячая вода с шести утра до восьми утра, вы так объединяетесь, вы уезжаете с семьей. В этом тоже что-то есть. Но, безусловно, да, воспринимать информацию было тяжеловато. Ну, эмоциональная история, она, конечно, побеждает все равно, чем рациональные отношения в действительности. Кстати, вот какие бы ты дала советы студентам, как не выгорать? Особенно тем, кто такие активисты головного мозга, они везде, их потом отчисляют за неуспеваемость, что тоже является большим. Это тут надо держаться, конечно, за любимых преподавателей, я только так могу сказать. Насчет выгорания. Тут история, наверное, должна быть про то, что, во-первых, когда человек, студент, все-таки занимается любимым делом, это уже половина успеха. Ну, то есть, может быть, не самые интересные пары, хотя когда такое было, что-то там, тяжело идет сессия, какие-то нюансы, конечно, это накладывает определенный отпечаток. Но если ты потом все-таки приходишь в свой студ совет, в ЭКВ, в команду, куда-то едешь на соревнования, у тебя возвращается вот это вот желание жить, наслаждаться и как-то радоваться жизни. Поэтому хотя бы где-то находить что-то приятное. Если уже выгораешь и от того, что приятное и крутое, то, ну, как ни странно, как бы банально это не звучало, то отпуск, какой-то отдых нужен 100%. Я долгое время говорила, мне вообще не надо отдыхать, я просто, зачем? Отпуск – это для слабаков, я не пойду, не поеду, нет. И в какой-то момент, ну, я была уже там прямо на грани и поняла, что ладно, я смирюсь, придется ходить. Я сходила в отпуск, это такая благодать оказывается. Это просто прекрасно. Мне много не нужно, да, там мне достаточно пяти дней, как я недавно тоже выяснила. Но чем отпуск вообще полезен? Он ведь создает переключку, да, то есть ты даже, если у тебя разнообразная деятельность, вот я недавно устала от командировок, например, да, кто-то говорит, Настя, у тебя такая крутая жизнь, ты все время путешествуешь куда-то, ты общаешься с людьми, проводишь презентации, вау, а я с издергающими согласов говорю, да, я вот сейчас из Омска вернулась и завтра еду в Нижний Новгород и потом дальше. Ну, то есть это тоже вопрос, количество повторений. И вот отдыхать. Вот раз и переключился из того, что ты постоянно делаешь, даже если это разное, все равно иногда переключаясь на что-то другое, ты все-таки имеешь возможность посмотреть на мир другими глазами и возвращаясь обратно, появляются опять-таки силы. Также работает, кстати, и хобби, да, почему мы занимаемся там, почему мы рисуем, поем, или, допустим, ходим в театральную студию, потому что, когда ты отвлекаешься от работы, ты же не можешь, допустим, там танцевать и все время думать про работу, скорее всего, не будет получаться особо, а вот когда ты именно отключаешься, как в медитации, то тогда этот эффект работает, ты выходишь и как будто заново родился, прям вот счастье и радость. Это тоже особенности работы мозга, когда человек просто, ну, переключается и совсем по-другому уже реагирует. В отпуске ты проверяешь рабочую почту? Нет. А мессенджеры, коллеги по работе? Нет. То есть прям глухой вот. Я знаешь как, я подглядываю, я вот так вот нажимаю на чат, я его зажимаю, вот так вот листаю, то есть я не читаю. То есть чтобы не было видно, что ты просто смотрелся. Да, 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 да. Ну, во-первых, потому что я потом это все смотрю, когда возвращаюсь на работу, во-вторых, чтобы, ну, чтобы не потерять, а во-вторых, чтобы все-таки этого не делать. Я смотрю, если ничего не сгорело, и это обратно. Так, интересно. Вот так лайфхак. Так, ну, а вот хорошо, ну, надо любить свое дело, а вот если ты работаешь и понимаешь, что ты не любишь свою работу, надо увольняться? Вот тут точно надо сходить в отпуск. А потом уволиться на следующий день, потому что денег больше получишь. Аббасадар отпуска. Нет, я просто думаю о том, что иногда человеку кажется, что он разлюбил какое-то дело, но это правда от усталости. Достаточно все-таки сделать какую-то паузу и вот тогда перенимать решение. Это такой нулевой пункт, если мы идем по плану. Сходить в отпуск, проверить, что ты там не выгораешь, а действительно не хочешь там работать. И вот тогда, тогда я бы пожелала этому человеку смелости, храбрости все-таки это поменять. Сейчас очень много общаюсь с ребятами, которые вынужденно пошли на какую-то, на обучение, да, потому что мама, папа сказали, потому что так в семье принято, потому что так надо, потому что там потенциально есть какие-то перспективы. А потом оказывается, что ребенку не хочется этим заниматься, студенту. Ну не хочется, не учиться не хочется, не заниматься этим дальше. Вот. И из-за этого в первую очередь происходит выгорание, когда вот эта беспомощность случается, что ты, ну ты не можешь, не хочешь, и выйти уже из этого не можешь. И тут правда очень сильно помогает какая-то сила воли, храбрость, да, если мы там хоть про работу, хоть про учебу говорим, на то, чтобы вовремя осознать и все-таки сменить. Ну и не загнать себя вот в это, знаешь, классическое, несчастливое проживание жизни просто в пустоту. То есть если уж мы живем эту жизнь, то жить как-то с позитивом. Ну и для первокурсов это очень актуально, да, они же многие как бы, ну не то чтобы наугад поступают, а на бюджетное место. Ну вот это тоже. И непонятно, что через 4 года с тобой будет, да, когда ты закончишь университет. В этом плане и внеучебка помогает. И тут, кстати, новые образовательные программы помогают в индивидуальной траектории, где ты поступаешь на общее направление. У нас есть такие программы, а внутри у тебя ждут там потенциально там 6 или 9 модулей. Ты сначала учишься, например, на педагогическом образовании, а потом уже уточняешь программу на третьем курсе. Кто-то дошкольный педагог, начальные классы, плюс информатика. То есть собираешь себе вот это. Это очень важно, я думаю. Да, это правда уже помогает, да, действительно зайти в какую-то большую историю и потом разобраться, что тебе нравится. Это прям здорово. У нас тоже есть в проекте индивидуальное развитие ребят. Мы очень стараемся как-то в рамках одной из ценностей Росмолодежи все-таки работать не для всех, а для каждого. И часто созваниваемся просто с ребятами и говорим, а как ты, а что там тебе нравится, можете чем-то помочь. И многие рассказывают о том, что да, мне бы хотелось там, танцами заниматься вместо изучения каких-то тракторов. Не знаю, всякое бывает. Хочется, чтобы ребята все-таки имели возможность заниматься тем, что им нравится. Ну, а если мы говорим про работу, то найти себе силы и рискнуть, и поменять. И ничего там страшного нет. Большое количество людей меняют сферу, меняют работу и отлично себя в этом чувствуют потом. Это гораздо лучше, чем не рискнуть. Вот я так думаю. Ну, не все это могут сделать. Наверное. Может быть, надо сделать такой бизнес-проект и помогать людям социально даже. Смени работу, уволься. Останьте без денег. Помогать решиться, продолжаем общаться с бизнес-тренером Анастасией Задорнивой. Публичные выступления. Представь себе человека, который вот сейчас должен выступать публично. Он никакие тренинги не проходил, он себя в этом плане не прокачивал, но он... И человек хороший, но ему сейчас публично выступать. Вот что ему нужно сделать за пять минут до выступления, чтобы все прошло хорошо? Более-менее, и он не облажался. Чтобы все прошло хорошо. Ему надо улыбнуться, улыбнуться. Ему можно попрыгать немножко, если позволяет пространство. Если ты сидишь в зале, и тебя сейчас из него пригласят, тогда, конечно, наверное, не стоит. И надо прям вот постараться, это уже из разряда эмоционального интеллекта, хотя бы на эти 10 минут в себя поверить. Аудитория очень классно считывает, что ты не уверен в себе. Просто идеально считывает. Поэтому лучше не ошибиться в этом плане. То есть, ну там есть несколько вариантов либо они не будут слушать, либо они начнут тебя жалеть. И это ни одно, ни другое не прикольно. Поэтому можно немножечко попробовать обмануть систему в хорошем смысле. И прям, ух, я в себя верю. И на этом классном настроении выйти и все сделать. Потом уже посыпать голову пеплами, если что-то пойдет не так. Но самое главное улыбнуться, возможно, немножко попрыгать, подвигаться. Попрыгать, это вообще реально так. Я, кстати, это не осознавал прям как для себя, потому что я же тоже публично выступаю часто. Но я замечал, что когда мероприятие готовится по таймингу и прям все тютерка в тютерку, и даже раньше, есть ощущение, что где-то рванет прям в момент мероприятия. Потому что когда все идеально, и ты вроде такой ждешь, 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 и говорят, выходит. И какой-то такой мертвый ступор. Но когда все в огне, ты носишься, бегаешь, и ты уже как бы организатор и ведущий, и ты вылетаешь из-за кулисы на сцену, идеально проходишь. И ты прям в таком... Потому что, видимо, это физическая активность. Потому что ты в тонусе, и ты выходишь тоже в тонусе. И голос, и все, и мимик, и жесты. Кстати, да. И харизма. Не думал об этом, да. И харизма, и какая-то яркость. Но это вот потому, что так действует наш организм. Он же вообще ленивый. Мозг ленивый. Не прикольно ничего делать. Ему бы лежать, да и все. А когда ты его раскачиваешь, это легко делать именно через организм, через какие-то физические упражнения. То есть, когда вот мы на диване лежим, да, ничего не хочется делать. Суббота, там, день. Проваляюсь весь день на диване, в кровати и так далее. Но если все-таки есть какие-то планы, я всегда ребятам говорю, что я так, по крайней мере, делаю. Достаточно начать какую-то активность. Пойти мыть посуду. Да, ты уже что-то делая, постепенно разгоняешь кровь, и что-то хочется. А если включить музыку, немножко потанцевать, то дальше вообще настроение поднимется, и силы появятся, и захочется что-то делать. А есть такой, не знаю, есть такой совет, что надо рюмашку хлопнуть перед выступлением, и тогда легче пойдет, ты расслабишься. Это реально полезный совет, или это какой-то миф? Это вообще вредный совет, потому что алкоголь может дальше подействовать на тебя очень по-разному. Это как валерьянка. Если нервничаешь перед выступлением, лучше этого не делать, потому что речь замедляется, и ты, во-первых, всех погружаешь в сон, во-вторых, сам непонятно, как на это дальше отреагируешь. Вообще, для человека выступление, выход на сцену – это стресс. По очень простой причине, которая еще идет из древности, да? Когда мы были еще в стае, в племени, сделать что-то, что не делали другие, было опасно. Иначе тебя выгонят, и ты умрешь с голода. Все просто. Мамонта одному не убить. И здесь история про то, что когда происходило что-то, что выходило за грани того, что делаются остальные, это осталось в прошлом, но в нашем подсознании, в нашем рептильном мозге это все еще работает. Рептильный мозг – это вот самый старый мозг. И когда мы выходим на сцену, включаются вот те старые рефлексы, и нам кажется, что мы сейчас сделаем что-то такое, за что нас выгонят, мы никому не понравимся, и все, и конец. Поэтому, когда говорят где-то на тренингах, я избавлю вас от страха публичных выступлений, это вранье, это невозможно даже физически, страх всегда будет, и это хорошо, это классно. Но абсолютно точно, что можно сказать про публичное выступление, что это такая тяжелая работа. Вообще, человек, который постоянно выступает, он должен быть в хорошей физической форме, потому что нужно много говорить, двигаться, и это же нужно делать больше, чем ты просто вот разговариваешь. Вот мы сейчас с тобой болтаем, мы особо усилия какие-то не совершаем. А когда ты ходишь по сцене, пытаешься всех там завести, предложить свою идею, сделать так, чтобы ее там купили в хорошем смысле, ну или купили, если ты продаешь, то это нужно тратить энергию, поэтому нужно быть в хорошей физической форме. И вот эта самая рюмашка, если ты ее выпиваешь, она может очень по-разному на тебя повлиять. Ты либо расслабляешься, и начинается вот этот непонятный эффект, потому что все гормоны, которые до этого работали на стресс, они встречаются с расслабляющим эффектом алкоголя, и непонятно. Либо ты очень быстро начинаешь говорить, либо запинаешься, ну либо плохо шутишь, и вообще там переходят уже какие-то границы. Поэтому рюмка... Нет, не лучше выходить. Короче, прыгаем, но не пьем, друзья. Кстати, да, вот эта история... Про что? Все, я не пью перед подкастом, но... Ну и не надо, мы же только что обсудили. А, я помню первые мероприятия, которые я вел, у меня реально к концу, ну, не хрипел голос, но он прям реально садился. То есть нагрузка колоссальная получается, когда весь вечер говоришь, говоришь, говоришь. А еще ты же говоришь микрофон, что тоже не всегда как бы отточено, ну, и ты понимаешь, что надо почему-то громче говорить, хотя и так все громко. Ну да, да, это так. А потом привыкаешь, и все нормально. А вот студент на семинаре, получается, то же самое. Так же все это работает, да, когда ты выступаешь с докладом. Да, мы тоже, кстати, с ребятами часто это обсуждаем. Ну, ведь семинар, и тебе нужно вот что-то рассказать, даже если тебе не особо интересно, мы всегда предлагаем перевести это в игру. Ну, то есть попробуй сделать так, чтобы твоим ребятам, с твоей группой все-таки было интересно. Вдруг у тебя получится? Вдруг ты вообще талантливый спикер, и все умеешь, и потом будешь этим заниматься? Ну, вдруг. Или, не знаю, ты рассказываешь сейчас про микрозелень, и потом так сам влюбишься в эту тему, что станешь бизнесменом. И вот, когда ребята выступают и хотят сделать просто все, хоть бы сделать и получить оценку, будет круто, если они все-таки каждое свое выступление будут как публичное рассматривать, и пытаться заинтересовать публику. Что можно в этот момент прокачать? Перед тобой сидит там, не знаю, как у нас было там, 20 человек в группе, да, и можно либо всем сидеть в телефон смотреть, либо все-таки получить за это время какую-то пользу. И в этот момент потренировать. Умение смотреть в глаза аудитории, что является одной из самых сложных проблем у ребят, которые начинают публично выступать. И чтобы это прокачать, нужна как раз-таки практика. А у людей, работающих, возможно, этой практики как раз меньше, чем у ребят, которые могут постоянно выступать на семинарах. Можно прокачать умение взаимодействовать с аудиторией, да, если все-таки предусматривает этот формат. В принципе, уверенность. То есть публичные выступления прокачиваются в практике и в количестве повторений, опять-таки. Чем больше ты выходишь, тем проще тебе становится. Страх никуда не уйдет до конца, но если не практиковаться, то это как дерево. Ты будешь... Квен помог тебе прокачать публичные выступления? Да, мы там, конечно, больше были с креактерами, да, там надо было переигрывать в каком-то смысле, но это тоже очень крутой, крутая возможность как актерские курсы для того, чтобы проявлять себя и больше выходить на сцену. Вообще публичные выступления, вот меня спрашивают, да, мне там не нужны публичные выступления. Я говорю, хорошо. А вы вообще с людьми общаетесь? Ну да. А с подругами? Да. Это разве не публичные выступления? Ну, это коммуникация, безусловно, да, в первую очередь. Но есть же человек, который вас слушает. Ну, вам же хочется, чтобы вас поняли, чтобы те аргументы, которые вы говорили, дошли до человека, он их интерпретировал и принял. Там хочется. А хочется, чтобы человек вообще пошел за вами, за ваши идеи какой-то. Хочется. Но это же все про публичные выступления. Не важно, сколько человек тебя слушает. Поэтому публичные выступления, я вообще считаю, что нужны всем. И поэтому, если есть возможность это практиковать, это точно стоит делать. Ну да, у всех ассоциируется это с работой ведущего на каком-то мероприятии, или оратора, или спикера, или нет, президента, который выступает перед Государственной Думой. Но на самом-то деле, да, в целом. Всем студентам дальше идти на работу. И на совещании, когда ты сидишь, думаешь, что у меня тут, меня сейчас все поругают. Зачем это нужно? А если ты хороший спикер, просто этого достаточно для бытового использования. Или то же самое, познакомиться с девушкой, да, где-то. Это же тоже нужно прокачивать, в том числе через публичное выступление, через говорение. Да и, в принципе, общаться в компании. А к девушкам тоже надо прокачиваться, чтобы знакомиться с молодыми людьми. Да, это хороший тренд. А то какая-то односторонняя. Это хороший тренд. Тренд. Окей, давай вернемся в твои студенческие годы, и ты попробуешь сама себе дать пару советов, чего не надо делать было. Не надо было? Не надо было делать. Да я же все так хорошо сделала. Анна, то есть все нормально? Ну, нет, это интересный вопрос. Да я подумаю. Чего не надо было делать? Ну, или какой-то совет сам о себе. Ну, вот, кстати, я бы, возможно, еще немножко побыла в КВН. Мне кажется, я ушла рано. Не на пике. Ушла рановато. Было круто. И это была такая комьюнити, в котором очень было классно всегда развиваться, в котором было классно приходить. Да, у меня тогда была, получается, учеба, работа, связанная с волонтерством. И вот КВН. И, ну, немножко там, КВН начал страдать. Я поняла, что не хочется девочкам, ну, мешать. И я была вынуждена уйти. Но вдруг у меня бы получилось. Я бы еще немножко поиграла. Чего еще не надо было делать? Ну, может быть, кстати, и еще чуть больше позаниматься какой-то активной деятельностью в ВУЗе. Потому что я вот первый год пока поступила, на первом курсе чем-то прям активно занималась. Играла в КВН. Мы тоже были на выезде. В КВНовском были на выезде. Тогда, как же он назывался? Микроволновка с СВЧ. СВЧ. Да-да-да-да-да, мы тогда... Шок, школа организаторов-кураторов. Да-да-да-да, я вот тогда ездила то ли как ведущая, то ли как организатор. И тоже это было классно. И потом проводили. Сейчас я все буду вспоминать. Мы вели дружбу с Димой, наверное. Да, это же была дружба. И еще мисс и мистер. Мисс и мистер еще был. Нет, вроде бы ты вела дружбу с Ваней. А, с Ваней, да. Ваня Бизев, да. Да, значит... Потом станет председателем студсовета. Станет, да. Да, как классно, что он станет. Вот. И мисс и мистер. Машину времени запустили сейчас. Я специально этого не делал целый час, но в конце это ладно. Да, но я правда, на самом деле, так быстро вот у меня развивается жизнь, что я иногда, когда какие-то вещи такие вспоминаю, сажусь и все. И на час, и думаю, ааа, еще же вот это было, и еще вот это. Я бы, в общем, еще позанималась активной деятельностью именно в УЗИ. Потому что я быстро пошла на волонтерские мероприятия, там, городские и всероссийские. И хотелось бы, наверное, еще больше вот в нашем комьюнити пообщаться. Мы, кстати, анализируем сейчас тоже историю по курсам, где студенты более активны. Вряд ли я сейчас кого-то удивлю в России, сказав, что первый и второй курс самые активные. Но мы видим, что прям вот резко на третьем курсе, ну, прям в разы спадает активность. И видим тоже в этом дефицит наш университетский, что мы не предлагаем форматов, направлений, каких-то треков, где они могут тоже во внеучебке развиваться. Потому что есть ощущение, что они все попробовали, и все окей, спасибо, и пошли зарабатывать деньги и учиться. Да, как вы думаете, почему? То есть они все попробовали, не видят роста? Ну, наверное, да. То есть нет предложения как такового. Дальше. Какие еще могут быть истории более профессиональные? Ну да, ребята сейчас хотят быстро расти, это правда. Ну, это все коллеги говорят по университетам, другим тоже что. Ну, во-первых, все вот эти плачут про свои 7-8% активистов, которые есть. Ну, у кого-то там 15-20, они дико рады. Ну, это тоже как бы странно, да, что мы вроде говорим, что софты — это важно, общение, коммуникация, команда. Но все говорят, ну, у всех как бы этот процент такой очень маленький, на самом деле. Ну, вот, кстати, про софты. Мы сейчас в этом году, в прошлом, начали все-таки вводить систему того, что софты — это важно, но давайте еще посмотрим на харды. И, ты знаешь, есть мысль про то, что все-таки ребята делятся на интересные такие категории. Есть те, кому софты нужны для того, чтобы не активисты, которые уже что-то там знают, понимают и делают, а, как я говорила, для того, чтобы какой-то путь начать. В общении с людьми, в том, чтобы там какие-то защитить свои идеи, в том, чтобы развиваться дальше. Потому что много ребят с научными какими-то техническими разработками, они не знают, куда их деть, как их показать миру. И вот им нужны как раз софты, чтобы чуть начать какой-то путь. И вторые, которые говорят, слушайте, софтов у меня уже достаточно, мне по харды. Потому что... Участник в медицинском университете, да? Давайте все-таки оперировать. Это я про активистов, про своих в основном говорю. Я понимаю. Да, что вот сейчас есть тренд на IT. И все такие, так, я беру год, не занимаюсь активной деятельностью, иду, чтобы зарабатывать много денег в IT. И это тоже интересная история. Мы сейчас тут смотрим в разрезе. Потому что, конечно, очень долго-долго время нам говорили софты, качайте, качайте, качайте. Я считаю, что это по-прежнему важно для, опять-таки, социализации эмоционального интеллекта, без которого никуда. Но вот харды будет круто, если наши ребята все-таки сейчас как-то будут очень осознанно выбирать, куда идти учиться, как на основную специальность, так и на какие-то дополнительные. Да, вот сейчас очень много есть курсов, где они могут получить дополнительное образование. И, собственно, заниматься этим. Пусть они, если хотят, работать с каких-то кафешек и кайфовать, ну, пожалуйста. Ну, я честно тебе скажу, вообще вот эта вся история про софты, она немного задолбала, конечно, всех. Конечно, конечно. Потому что, какие письма я удаляю первым? Если в названии есть Soft Skills или где-то там в описании, в первом абзаце, на развитие. Я получил письмо, какая-то московская организация или, может, даже префектура, район, организовывала Soft Skills Fest. Я поржал, конечно, думаю, ну, как интересно. То есть народ как бы уже давно, это уже в принципе все пережевано, но народ прям так держится за это. Хотя понятно, что профессиональное это образование, оно прежде всего про харды, а уже вот это как бы надо настроить. Да. Для всех, да? Видишь, как я была аккуратна, когда сказала, ну, мы начали разрабатывать, и ты такой, да, я вообще софты эти не очень-то и люблю. Фу, слава богу, правильно мы с тобой попали. Но это правда, это правда, харды нужны. Нам нужно развивать нашу страну, и для этого нужно не просто уметь говорить, да, но еще считать, строить, чинить и IT. Ну да, потому что если мы говорим об инженерах, например, они же должны прежде всего быть все-таки инженерами, но если вдруг они начинают работать с людьми, и там, кстати, очень много запросов в университет, где просят сделать специальные программы доп. образования для айтишников, для инженеров, для технорей. Есть даже сейчас совместная программа с Курчатовским институтом, заключили договор, то есть с Курчатниками это очень круто, потому что они не умеют, ну, просто интровертные люди, им тяжело коммуницировать, передавать знания, и тут, конечно, педагогический университет очень хорошо помогает в этом плане. Но здесь тоже запрос должен быть. То есть нельзя как бы инженер говорить, ты знаешь, сейчас мы тебя научим работать в команде и публично выступать. Он такой, а вот Сапрамат, подожди. Главное публичное выступление. У медиков тоже большая проблема. Мы периодически общаемся с медицинскими вузами, они говорят, мы бы с удовольствием, но мы учимся до 9 вечера, мы не сможем. И, ну, это прям большой такой пласт классных очень ребят. И мы поэтому, знаешь, как пытаемся. У них, если есть какие-то научные разработки, мы им говорим, ну, не надо заниматься у нас именно активистской какой-то деятельностью, просто расскажите про проект и получите там премию, да, вот так вы пойдите этим путем. Потому что крутой проект есть, он должен быть вознагражден, человек, да, студент должен быть вознагражден. И у нас не так уж много там этапов, чтобы это не успеть. Именно, ну, таких, знаешь, очных. То есть у нас очень много на заочке, и потом один момент нам надо, ну, надо человеку приехать на окружной. Поэтому я считаю, что очень важны реальные профессионалы. Финальный вопрос? Да. Финальный вопрос. Смотри, ты закончил МГПУ в 20-м, сейчас 23-й, а где ты будешь в 30-м году? Ты знаешь, в 30-м году, учитывая, что происходит вообще в моей жизни сейчас, насколько быстро, да, и в наших всех жизнях, сложно, сложно сказать. Я точно, я думаю, буду в России. Я для себя это осознала, я хочу жить и создавать в России. Скорее всего, я тоже буду в молодежной политике, я предполагаю. И, наверное, буду в Москве, потому что это город, который я не могу ни на что другое вообще поменять. все еще буду развивать таланты наших студентов, может быть, кого-то чуть постарше ребят, но точно буду заниматься развитием, потому что совсем недавно осознала, что очень многие вещи я делала, но там я не танцую, не пою, я не инженер, не медик, но то, что я правда классно делаю, это помогая другим себя прокачать, себя развить и показать, и дальше идти по этому пути. Это с 16 лет как началось вместе с Российским Союзом Молодежи. Так и продолжать в любом моем проекте, в любой моей работе я становлюсь таким оператором таланта. То есть человек приходит, говорит, я вот так делаю. Я говорю, сделаю еще вот так, и будет супер. Он делает, у меня все получается. И, наверное, я продолжу этим заниматься и обучать. Это останется со мной. Супер. Друзья, берите пример Анастасии Задорневой, нашей выпускницы, и просто пример для подражания. Спасибо. Спасибо тебе большое. Классно было. Мне понравилось. Мне тоже очень понравилось. Я очень рада, что вы не забываете. Это ценно. Быстренько обсудим. Подкаст с выпускниками о жизни после учебы в университете.